Минобороны и СБУ Все они гражданские. По просьбе освобожденных их фамилии мы не называем. С нами на телефонной связи советник заместителем министра обороны Украины Василь Будик из Донецкой области. Василь, доброго вечера. Добрый вечер. Пана Василева, якщо можете розкажить якісь подробиці цього обміну? Ну, сейчас уже можно говорить. Мы закончили операцию. Находимся уже на украинской территории. Операция была немного сложная. Тем, что мы также ставили задачу, кроме военных, забрать и гражданских. Трое суток Рубан с командой находился в Донецке, ожидая людей, которых мы просили. Одна из них беременная девушка, жена офицера пограничника, которую держали в плену и требовали, чтобы муж подполковник приехал и ее обменяли. Также там была подключена миссия ООН, которая активно участвовала в ее освобождении. Также мы сегодня забрали одного гражданского, которого подозревают в работе на нашей спецслужбе. И он находился более двух месяцев в плену. Он подвергался определенным пыткам. Есть следы. И еще один гражданский также, который был волонтером, помогал на той стороне пенсионерам, пожилым, привозил лекарства. Его взяли в плену, также обвинив в работе на нашей спецслужбе. Все трое сейчас находятся в безопасности. А перед этим мы забрали трех киборгов, вернее, двух киборгов и бойца 25-го батальона Киевская Русь. Это было на начале операции замен. Мы отдали шесть волонтеров, которые 28-я бригада задержала несколько месяцев назад в районе Широкино, которые с оружием, бронежилетами, полной машиной бронежилетов и тасок и всего-всего такого гуманитарного российского груза. Оказалось, в ненужном месте было задержано шесть человек. Вот их и отдали. Из них двое россиян, которые организовали там этот вояж. Отдали абсолютно остальных, без единого реза, без единого смечка, бодреньких. То есть на пленных украинских волонтеров обменяли шестерых российских, я правильно понимаю? Да. Всего получается формула 6 на 6. В нашей формуле 3 военных, 3 гражданских. В высшей формуле 2 россиянина и 4 сопровождающих этот гуманитарный груз. Они называют, ну, вы понимаете, да, груз, который приходит к нам из России, очень гуманитарный. Вот это один из таких ярких примеров ясной помощи Гонбассу. Василий, скажите, пожалуйста, Захарченко раньше заявлял о том, что у них совсем нет пленных, а на прошлой неделе он сказал о 40 пленных. Есть ли у вас информация, сколько пленных остается всего на территории так называемой ДНР и стал ли активнее обмен из-за минских переговоров? Меняют ли сейчас чаще? Стало ли легче менять или ничего не изменилось? Ну, вы знаете, что Захарченко действительно заявил 40 человек, троих мы забрали, осталось 37 наших военных, это сколько находятся, которые в здании бывшего СБУ. Слава Богу, у нас есть туда доступ, и мы постоянно передаем туда продукты, мыльно-рыльные, воду. Вот, активно помогают нам в этом волонтеры. Что касается на всей территории Донецкой области, мы предполагаем порядка еще где-то в поддержке человек 65. К сожалению, нет такого контакта хорошего, где бы они указали всех наших ребят, которых поддерживают. Что касается минской группы, да, действительно, очень огромные усилия прилагает минская группа. Это работа с викторами Печупа, которая непосредственно, я так понимаю, занимается Москвой напрямую. Вот, огромную помощь оказывает также Ирина Герасченко. Вот, и слава Богу, что этот процесс двигается. Главное, что сегодня в результате этого обмена также была договоренность уже на следующий обмен. И мы в ближайшее время думаем провести еще серию обменов, в результате которых таки тысячи человек, которых мы четко понимаем, кто они, и мы их соберем. Спасибо, Василий, за то, что рассказали подробности и сообщили нам о том, на кого именно поменяли троих гражданских в Донецке сегодня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова